Всем привет! Давно я уже не снимал видосики такого формата, ну и вообще уже многие думали, что я забросил канал и перестал заниматься катушками. Ну, в общем-то, собственно, так оно и произошло на некоторое время. Но, поскольку люди мне до сих пор пишут, до сих пор требуют подшипники, до сих пор требуют апгрейд, до сих пор требуют обслуживания, я решил все-таки вернуться и заказать партию подшипников. Поэтому тема сегодняшнего видео это анбоксинг подшипников, которые пришли. Вот, посмотрим шайбы, которые есть, и, конечно же, проведем с вами апгрейд одной из самых популярных катушек от фирмы Dive, которую все любят апгрейдить. Ну, пока ее отложим и начнем с анбоксинга. Здесь у нас должны быть хорошие епошечки NMB, которые уже давно полюбились нашим рыболовам. Ну, и многим из вас, те, кто смотрит это видео. Огонь! Вот так это выглядит. Это пополнение запасов тех подшипников, которые у меня кончились. Такое вот коробище они пришли, огромное, с таком пакете. Вот такие вот две штучечки. Так, для чего эти подшипники? На самом деле это самый популярный размер, который выбивает быстрее всего. Это у нас один для КНОБа и второй для ролика. Но, в первую очередь, давайте все-таки посмотрим, что у нас за подшипники. Здесь будет налеплено. Вот так вот они выглядят, прекрасные шарики. Ну, вот это вот маленький размер. Это как раз для ролика. И берем вот эти. Это у нас уже для КНОБа. И все, распаковываем. Это у нас как раз для КНОБика. Берем две штучки. Ну, вам не слышно, потому что, как минимум, слышать здесь абсолютно нечего. Сейчас будет два вида подшипников. Это NMB, который мы с вами уже видели, который я показывал. И чуть подешевле. Это у нас нержавейка. Не скажу, что за фирма. Это коммерческая тайна. Вот. И... Ну, подшипники самые хорошие. Они чуть-чуть дешевле, чем NMB. Но по качеству одни из самых лучших, наверное, бюджетных подшипников. Давайте их сравним. Сейчас посмотрим, как работает КНОБ на втулках. Примерно вот так. Сейчас мы его снимем. И попробуем один вид подшипников и другой. Сравним, посмотрим, насколько более бюджетные подшипники уступают более дорогим. Смотрим. Вот у нас первая втулочка. Ее мы снимаем. И вот у нас, соответственно, вторая втулочка с этой стороны. Так, для апгрейда нам понадобится два подшипников кноп. Вот сюда две шайбочки 0,1 мм. Вот так они выглядят. Опа. Ну, не фокусируются, но это не важно. Вот. Ну и, соответственно, подшипник для ролика и две шайбочки дистанционные тоже для ролика. Так, первый подшипник мы ставим вот сюда. На него мы ставим тоненькую шайбу. И сюда же ставим кноп. Так, сверху мы тоже. Сверху мы тоже ставим шайбочку. Но не мимо, конечно. Вот сюда желательно. И также подшипник. Ну, в данном случае все неплохо. Уже начал вращаться гораздо легче и проще. Что касается ролика у нас, давайте тоже посмотрим. Вытаскиваем ролик. И убираем вот эту вот металлическую штучку с пластиковой обоймочкой. Дальше мы болт здесь так и оставляем, как он тут стоял. Вот тут ставим на него. Так, аккуратно, чтобы не отлетело. Ставим на него дистанционную шайбу одну. Вот, ставим на нее подшипник. И ставим сверху ролик. Накрываем все это еще одной дистанционной шайбой. И закрываем. Все, проверяем, чтобы было хорошо закручено. И смотрим, чтобы ролик крутился. Это важно. Ну вот, тут мы с вами видим, что ролик вращается отлично. Так, окей, хорошо. Давайте теперь сравнивать подшипники. Вот так вот у нас крутится кнопка с япошками. И берем наших более бюджетных пареньков. Раз. Два. Так, не забываем, что шайбочки у нас должны быть. Они здесь у нас не выпали, они здесь остались стоять. Поэтому мы просто ставим прям сразу же подшипники. Вот, ну и закручиваем всю эту историю. Закручиваем до упора. Это важно. В целом, это, ну, вполне рабочая история. И со временем она раскручивается. Вот, поэтому, в принципе, все. На этом апгрейд наш заканчивается. Теперь у нас флэга на прокачке. Вот такая вот она вся прокаченная. И в ролике теперь подшипники, и в кнопе. Вот, в принципе, по апгрейду здесь делается довольно все быстро. И не сложно. Обязательно заказывайте подшипники. Вот внизу будет ссылочка. Вот, вы можете мне написать. Всем спасибо за внимание. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok